Всем привет! Вы на канале SwapZone, мы в Краснодаре, меня зовут Василий. За моей спиной автомобиль Gazelle Next, который приехал к нам на переоборудование. Такая вот небольшая машинка, всего лишь 6 метров длиной, всего лишь где-то около 10 общая длина автомобиля, пришла к нам сразу же из Нижнего Новгорода, где делали за кабинку и делали, собственно говоря, вот эту огромную будку. Мы будем ставить сюда двигатель 3U ZFE на 6-ступенчатой КПП, и я решил начать этот видеоролик именно сейчас, чтобы показать весь процесс, что мы будем делать и как. Поэтому сейчас разбираем и, в общем, смотрите, все увидите. Так, ну что, первый день, и двигатель у нас уже добыт. Сейчас мы будем бороться с грязью, которая остается после дизельного мотора. Ну, а далее будем разбирать целиком моторный щит изнутри и снаружи. Такой вот момент произошел неприятный. Такая вот ситуация случилась. Мотор у нас упал. Естественно, мы проломили по-любому ему поддон, потому что он пластиковый. Ну, больше вроде ничего не случилось. Субтитры сделал DimaTorzok Так, собираю косу на газель. Папа вот у нас тут двигатель уже заканчивает собирать. В общем, ситуация следующая. ГБО. Компьютер ГБО вплетен в косу. Здесь у меня выйдет мап. Мы с папой это обсудили. Здесь у меня выходят форсунки на эту сторону. Но это укоротится. Сейчас вот хочу показать. Это у нас вторая сторона форсунок. Вот они, проводочки мои. Значит, все там говорят, что паять нельзя. Поэтому мы используем теперь вот такие зажимы. Клеиваю термоусадку. Зажимчики вот они. И у меня есть вот такой вот контейнер с проводами. Именно для свапов. Свапы у нас разные. А провода всегда одни и те же. Но разных цветов. Да, Юрец? Юра тут собрался снимать меня. Мы сейчас пойдем снимать еще один интересный видеоролик. В общем, такая вот ситуация с проводкой. Это у нас этап подготовки. То есть сейчас я сделаю косу. Она будет не точная. Но она будет готова для того, чтобы установить. И, кстати, да. Для того, чтобы избежать реле заднего хода, вот эти два провода заменены. То есть это зажигание. Здесь один квадрат. И задний ход один квадрат. То есть датчик у нас это дело потащит. Но при этом мне не нужно будет выродить лишнее реле. Такие дела. Для того, чтобы психика нашего заказчика не была травмирована, мы не стали показывать, как мы это все делали. Но вот результат такой. Сейчас сохнет изнутри. Промажем шовным герметиком все. И будем делать шумоизоляцию. Но это уже, наверное, после выходных. Потому что этому всему нужно просохнуть. А дел все равно еще куча. Поэтому торопиться особо пока некуда. А папа уже промазал. Ну вот, сейчас подсохнет. Нужно будет загрунтовать, покрасить. И потом вот так все это дело бахнет. Значит, ВЗУшки стоят. Баллоны стоят. С другой стороны ситуация аналогичная. В общем, самое такое тяжелое по газу выполнено. Коса почти готова. Но все равно еще не свап. Еще пока только подготовка. Итак, ну что, двигатель подготовлен к установке. На это потребовалось очень большое количество времени. На самом деле, свап это вот больше всего подготовка к нему. Потому что для того, чтобы сделать то, что вот сегодня сделано, потребовалось где-то порядка, наверное, две недели ушло. Две недели. За этих две недели сделано следующее. Во-первых, порезан моторный щит. Заварен моторный щит. Обработан герметиком шовным. Потом мы его покрасили. Потом мы сделали шумоизоляцию моторного щита. А также до середины салона. Это по конец крепления сидений. Вот здесь по подкапотной части тоже вот углы немножко. У нас честно сворованная технология у NVA Motors. Мы купили такой алюминиевый армированный скотч, которым закрепили вот эту вот шкурку. То есть за шкуркой всегда у нас раньше оставалось место. И вот когда мы продавали последнего голубого Next'а, увидели, что NVA Motors делают немножко по-другому. Они разрезают эти углы заводской вот этой блестяшки подкапотной. И ее приклеивают блестящим скотчем. Точно так же и поступили в этот раз. То есть все, что мы видим, мы честно либо копируем, либо придумываем свою технологию. Воровством это назвать не могу. Коса уже проработана, пока двигатель лежал на полу. Здесь уже вплетено газобаллонное оборудование. Вот это фишки компьютера. Вот это фишки компьютера бензинового. А также здесь вот есть два дополнительных разъема уже с ответками. Это разъемы, которые я буду в дальнейшем использовать для того, чтобы обвязать двигатель. Здесь проходят все необходимые для свапа, для электрики, контакты. Все записано, все запротоколировано. Точно так же сейчас вот будем устанавливать компрессор кондиционера. И эти провода уже тоже у меня задействованы, подписаны. Но это чуть позже. Пока двигатель лежит на полу, мы всегда привариваем вебенды. Пока двигатель лежит на полу, мы его частично красим. То есть вот эти крышки, эти крышки, вот эти крышки, которые держат валы. Коллектор. Коллектор разбираем, смотрим, перебираем, чистим форсунки. Меняем все, что нужно. Прокладки, чтобы не было никаких подсосов. А также резиночки самих форсунок. По этой стороне, значит, владелец автомобиля привез нам ГУР. Заводской от Каминса. Мы его установили на наш кронштейн. Он подходит. Новый шкив. Датчик ДМРВ в последнюю очередь. Газовые врезки сделаны. Также по ГБО. То есть вот здесь у нас клапан изменения геометрии. Это у нас форсунки. С той стороны у меня будет мап. Мы это спрогнозировано заложили. А также та сторона форсунок. Силовой провод. Вот он. Он уже лежит. Он уже тоже подготовленный. Его потом я в размер укорочу. Под генератор. Вот здесь всегда разваленная такая коса. В этом месте она тут страдает от температуры и от масла. Тоже уже все перебрано, восстановлено. Магистрали охлаждения АКПП. Также ВБЭНД. Площадки под опоры. Все прикручено. Везде все резьба прогнана. Все сделано. Нам остается двигатель только вставить. И казалось бы, обычно установка двигателя занимает совсем немного времени. Но чего там его поставить? Всего на три опоры. Левая, правая и задняя подушки. Но прежде чем это качественно сделать, нужно пройти вот этот весь путь. Также вот у нас уже установлен ТРВ от кондиционера. Этот автомобиль будет с кондиционером. Все это требует очень большое количество времени. Мы это уже сделали. И теперь следующим шагом наша задача установить двигатель на его новое место. Как я уже сказал, на данном автомобиле установлен двигатель 3U ZFE. Но на этот раз он оснащен шестиступенчатой коробкой А761. Эта коробка, на мой взгляд, менее надежная. Она более требовательна к качеству масла. В общем, нежная. И для того, чтобы избежать проблему проворота втулки маслонасоса, эти коробки на наших проектах всегда и все дорабатываются. Ну все, все секретные части тюнинга этой коробки остались позади. Теперь просто сборка. Сейчас вот она вся у меня на масле катается. Болтики все я раскладываю, потому что не хочу засорять свою оперативную память головного мозга. Еще и длиной болтов так быстрее и проще. Я вообще стараюсь лишнюю информацию не воспринимать. Поэтому, когда мне говорят, посоветуйте, какой лучше поставить мотор на газели, я говорю, какой скажете, такой поставим, потому что я не газелист. А вот это, наверное, газелист. Сейчас узнаем. Помню. Так, ну давайте так поступим. У меня сейчас руки в масле, я не готов ничего записывать. Вы мне перезвоните. Давайте завтра. И я спокойно вас запишу. Во сколько? Ну днем. Ага, забрал. Да, я был прав, это звонил газелист. Хочет записаться на того. Уставка. Все лицо в масле. Наверное, надо трещотку. Десяточку. Сейчас, кстати, про газелистов звонил человек только что. И рассказывал мне про свою газель, которую он хочет купить. Next. Сделать за кабинный спальник. Будка. 2,45, как вот эта. Длина 6. И высота 2,50, по-моему. Что-то такое, или больше. На что я ему ответил, что 3 УЗ ставить не надо. Потому что это слишком большая масса и парус для этого двигателя. Несмотря на то, какой бы он хороший не был. Так, давай на камеру прохлопаем, я покажу, что все четко. Первый. Второй. Вот этот. Третий. Вот этот. Четвертый. Вот этот. Все держат. Так, здесь сейчас по тефлоновым кольцам будет сопеть. Вот этот барабан должен сместиться. Если сюда налить масло и покрутить за первичный вал, то ситуация, конечно, изменится. Ну, блин, ладно, пофиг. Так, вот этот. Так, вот этот. Тоже по кольцам. Вот этот, по-моему, нет. Вот этот. И вот этот. Все, все остальные не то. Ну, это по кольцам я снимал. Кольца мы в любом случае еще маслонасос снимем, кольца промажем, потому что мы сейчас его прикрутили просто так, для того, чтобы похлопать. Все, ставим гидромозг. Все, на данной коробке произведен тюнинг. Сейчас еще контрольно снимем маслонасос, посмотрим. И соберем прокладка, фильтр новые. Герметик на шести ступках не используем, хотя и с ним тоже работает. И будет эта коробочка бегать у нас на газели. Надеемся, что с ней будет все хорошо, и она будет вести себя послушно. И радовать нашего владельца автомобиля. Сальник тоже. Сальник не забудь, новый бей сюда. Все, коробка, можно сказать, собрана. Пока мы снимали это видео, пока мы делали этот автомобиль, я, к сожалению, разбил свой телефон. Разбил так, что не могу выдернуть с него некоторые видеофайлы. А как раз-таки там я снимал, как мы делали шумоизоляцию салона, еще кое-какие моменты. В общем, к сожалению, этот материал в видеоролик не войдет. Сейчас автомобиль у нас собран, но не до конца. Специально для того, чтобы вам показать, что, где и как получилось. В салоне автомобиля уже владелец. Он приехал, не предупредив меня. Он примерно подгадал по времени, что должно быть готово. И приехал сегодня. И вот они сейчас аврально устанавливают автономный отопитель, который он только что привез. После того, как мы соберем этот автомобиль, владелец автомобиля сядет у нас и поедет кататься, потому что машина слишком большая, и я на таком автомобиле ездить не хочу и не буду. Владелец будет кататься где-нибудь до горячего ключа, обратно приедет. Мы еще раз все осмотрим. После чего он поедет у нас на оформление всех переоборудований, которые здесь есть. А список этих переоборудований таков. Удлинение рамы, удлинение колесной базы, монтаж самоизготовленной грузовой платформы с сдвижной шторой справа с каркасом тента и задними распашными воротами, ГБО, закабинный и накрышный спальник, лестница, выдвижная, кронштейн, крепление запасного колеса, автономный отопитель, БЗУ, ЗЗУ, я не знаю, что это такое. Пневмоподвеска на две оси, замена штатного ДВС на три УЗ в сборе с КПП, замена зеркал на зеркала от газон NEX, замена двухместного пассажирского сидения на одноместное поворотное с ремнем безопасности. А теперь давайте детально я расскажу, что в этом автомобиле где, как и почему. Итак, это у нас обычный стандартный свап. Все как всегда. Значит, здесь у нас газелевский фильтр воздушный, мы его сохраняем. Впускной тракт мы делаем самостоятельно из 76 трубы. Установлены газовые форсунки Политрон 1.8. Я всегда их ставлю, как и ГБО Политрон, потому что в Краснодаре купить Digitronic практически невозможно, либо если и возможно, то приходится покупать какими-то кусками, частями. Я приехал в организацию Мир Газа, купил все разом. Все всегда самое дорогое, самое то, что может быть дорогое в Краснодаре. Сейчас вообще проблемы с ГБО, и даже баллоны тяжело покупать. Двигатель я уже рассказывал, что он обслужен, частично покрашен. Это уже у нас было. Вот, кстати, установлен мап на этой стороне. То есть мы расчетно сразу знали, что здесь будет мап. Блок управления двигателем у нас расположился вот в этом корпусе. Это стандартный корпус, только от Триузета Пятиступова. Мы тут кое-что доработали. Здесь внутри все на разъемах. Вот тут вот разъемчик, тут разъемчик. Это два разъема, уходящие, так скажем, в салонную часть проводки. Монтажный блок предохранителей, он остался таким же, какой и был. Сюда я внес коррективы. Здесь предохранитель 30 А на компрессор пневмоподвески. Довмоподвески компрессор располагается под сидением у водителя. Реле стартера, насоса, реле блока управления, кондиционера. Ну и все предохранители, которые нужно было сюда до вставить. Здесь у нас бачок гидроусилителя руля. Гидроусилитель руля, кстати, от Nexta стоит, от Cummins. И заправленная уже сегодня система кондиционера. Мы все проверили. Теперь давайте покажу кассету радиаторов. Кассета радиаторов вот так вот у нас выглядит. Здесь нижний радиатор, это родной Next-овский радиатор на УР. Это у нас радиатор ВАК на коробку автомат. Вот этот радиатор, это радиатор кондиционера, конденсор. Он же, он максимально возможный. Из-за этого пришлось радиатор автомата переносить сюда. И стандартный для этого случая радиатор от Land Cruiser 100 основной. Вот такая вот мощная жирная кассета, которая протягивается электровентилятором от Mercedes 850-ваттным, которым управляет CAN-адаптер, потому что здесь у нас машина шестиступая и оснащена CAN-ом. Это дает нам некоторые возможности. Например, когда включается кондиционер, электровентилятор начинает работать на 40%. Но когда давление хладагента достигает высокого значения, это где-то порядка 17 бар, то срабатывает датчик, который установлен вот здесь на осушителе, и электровентилятор начинает дуть на полную мощность, сбивая это давление. Тем самым система кондиционирования будет более продуктивна. Низ данного автомобиля построен вот таким образом. Это у нас, давайте начну с глушителя, значит, он выполнен из нержавеющей стали, гофры две, V-Band, я уже говорил, это у нас резонатор прямоточный с камерой, и длинная труба, потому что автомобиль у нас очень длинный. И в задней части автомобиля, ближе к мосту, установлен глушитель от Prado 120, и один вывод у нас получается на левую сторону. Траверса, это автомобиль Gazelle Next, нового образца, мы ее дорабатываем и делаем ее под нашу подушку КПП. Пластиковая топливная магистраль, здесь бак уже установлен пластиковый, и поэтому всю магистраль приходится переделывать. Также у нас здесь проложено в проводке питание топливного насоса, потому что в версии Cummins его нет. И, собственно говоря, вот здесь, как всегда, у нас защитка установлена, трубка слива конденсата, в этот раз ее сделали так, потому что у нас капало прямо на глушитель, брызгало здесь. Да и, собственно, наверное, здесь все. Теперь нужно вам показать кардан. Кардан у нас получился на трех подвесных. Кардан на данном автомобиле получился длиной более 4 метров, поэтому пришлось изготовить его на трех подвесных. Но в этот раз на первом подвесном у нас болтовое соединение, как на спринтерах, на всех вот этих иномарках. Это, кстати, ресивер пневмоподвески. Мы выпиливали все вот эти клепки, все траверсы переделывали здесь, потому что они все переезжали, так скажем, со своих заводских мест. Следующий подвесной, это уже мы называем ласточка, поперечина от Next. Здесь тоже стоит подвесной Next, а вот этот подвесной у нас тоже Next, тоже ласточка, но она уже перевернута. То есть у нас этот подвесной висит вниз. И чтобы ничего не произошло с карданом, мы здесь сделали вот эту страховочную петлю, как на спринтерах. Ну и здесь тоже все клепки пришлось вырубать. Самое жуткое, это, конечно, здесь, здесь рама трехслойная, чтобы вот эту траверсу спилить. Здесь реально сэндвич в три слоя, и бедный мой отец тут бы хотел, наверное, я не знаю сколько. Вот, таким вот образом у нас собрался низ. И, ну вот, кстати, здесь есть газовые магистрали, тройники. Здесь у нас в этом районе две ВЗУшки, и уже одна туда подача газа идет на редуктор. Я, кстати, не показал редуктор, пойдем покажем. Газовый редуктор Эмер Палладио, он находится у нас вот здесь. Доступ к нему есть как отсюда снизу, так и отсюда сверху. Моя рука спокойно сюда залазит для того, чтобы отрегулировать это все. Изготовлен кронштейн, не тот, который делают обычно вот монтажники, а нормальный, с укосинами, со всеми делами. Здесь же вот газовый фильтр снизу, то есть он у нас меняется сюда, но это, наверное, уже снизу. Газовые фильтра, которые обычные, на паровую фазу, они находятся там. Давайте покажу еще кран печки. Вот такой вот кран печки, это Mercedes, это оригинал, стоит он практически 8000 рублей, и подобные вещи мы начали ставить на газели, потому что этот кран трехходовой, он перекрывает у нас подачу на печку, когда работает кондиционер, но при этом газовый редуктор по-прежнему нагревается, так скажем, то есть в нем циркуляция продолжается. Салон у нас сейчас в процессе сборки, я еще на финальную, так скажем, не собирал. Вот здесь у нас расположится газовая кнопка, вот ее разъем, он у нас вмонтирован, так скажем, в штатную проводку, вообще все сделано как будто штатно. Вот кнопка на включение кондиционера, надо купить, просто забыл. И здесь установлена рация, тоже я проводку на нее переложил, селектор под шестиступку с типтроником, есть лапка, круиз-контроль, тоже по желанию заказчика было установлено. И, собственно говоря, больше здесь нет никаких изменений. Отображение ПРНД на этом автомобиле мы не делаем, потому что это все прекрасно видно вот здесь. Да и вообще, человек, который постоянно ездит на подобных агрегатах, он по-любому привыкает. И визуализация положения селектора на щитке приборов по факту никому не нужна. Вот такой вот просторный салон в этом автомобиле. Здесь сверху есть спальник, снизу тоже спальник. Здесь вот всякие кнопочки, заряднички, все это обшито, все прям очень приятно. Здесь где-то есть еще раскладной столик. Все вот эти лампочки, они поочередно могут быть включены и выключены. Вот это вот надпись. Кстати, мы вот с ребятами обсуждали вот эту вот дизайнерскую идею вот этих вот штучек. Что это такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях вашу версию. Что это такое? Понятно, что это больше похоже на фары, но мне первым делом показалось, что это скребок для очистки стекол зимой. Вот, впереди есть люк, есть полка, очень много вещей помещается, боковые кармашки есть, шторка есть. В общем, салон шикарный на самом деле. Я думаю, что тот человек, который это делал, потратил на это все немалую сумму денег. И он у нас здесь, поэтому у нас есть прекрасная возможность спросить. Очень часто вот в комментариях люди пишут, ой, да сколько денег потратил, ой, да как это потом все окупить, что он возит, золото или деньги. Ответить-то нечего тем, кто не понимает, что жить нужно вот в таких комфортных условиях, потому что живем мы один раз. Поэтому давайте спросим, золото он возит или деньги. Итак, наш владелец автомобиля уже приехал. Приехал, не предупредив меня, но в этом нет ничего плохого. На самом деле мы сейчас просто накинем бампер, и человек у нас как раз поедет и обкатает автомобиль, сделает тестовый заезд, вернется на осмотр. Как я и говорил, давайте спросим у Константина, что он возит и сколько это обошлось. Кость, скажи, во сколько встал тебе этот проект поэтапно? Вот ты машину купил, за сколько? За полтора миллиона купил. Далее что ты с ней делал? Отогнал в нижний? Отогнал в нижний, там установили мне спальник, за кабинные, удлинили машину, поставили штору, пневмоподвеску, то есть спальник не обошелся, 450 тысяч рублей, 650 у меня обошлось, а не, 605, обошлось удлинение, плюс фургон и пневмоподвеска. Это 600? Это 600. То есть, итого получается 2,5 миллиона. Да. Не считая нас. Не считая вас. Сколько ты потратил на нас? Ваш проект стал мне, получается, миллион 270. Это с оформлением. Это с оформлением. Из них 200 у нас ушло на оформление, и получается, миллион 70 тебе обошлись наши услуги. Да. Мы установили мотор, мы установили ГБО, мы установили кондиционер, ГБО на двух баллонах, правильно? Да. Что еще из допов? Шумоизоляция? Шумоизоляция. Сопли по проводке? Да, проводку подобрали. Вот он этот листочек. Да. Свап 3УЗ, оформление, ГБО, кондиционер, шумка, пол, мотор, нержавеющий выхлоп, сопли и круиз. Все верно. Итого получается плюс 2,5 плюс миллион 300, грубо говоря. Итого получается 3,800. В эти деньги можно было пойти и купить новый автомобиль. Но ты пошел другим путем, потому что за 3,800 ты построил себе именно то, что ты хотел. Правильно? Самый главный вопрос. Что ты возишь? Золото или деньги? Я вожу деньги. Деньги? Да. В таком формате. Как они? Прям пачками у тебя? Да, пачками, коробками. Коробками? Да. Легкие. Легкие деньги. Если серьезно. Да, вожу одноразовую посуду. Кумус упаковка по лентам, по каким-то кондитерским изделиям. Все прочее. Ну, в общем, легкий объемный груз. Легкий объемный груз. Еще один у нас есть комментарий, на который никогда нет ответа. Когда все это окупится? Как ты считаешь, это окупится? Я не стараюсь и не буду стараться окупать этот проект. Я его сделал для души. Ты сделал для себя, чтобы жить в комфортных условиях, трудиться в нормальных человеческих условиях. Вот он, собственно, и ответ на этот постоянный вопрос вот этих гневных комментаторов, которые бесятся, что у них нет такой машины. Они не могут себе позволить построить такую машину. Вот человек, который это сделал для себя, а не для того, чтобы отбить и потом зарабатывать. Зарабатывать, естественно, эта машина будет и будет зарабатывать достойно, но, трудясь на ней, Константин будет чувствовать себя человеком. Именно для этого и строятся такие проекты. Все, сейчас мы собираем, едем кататься. О том, как этот автомобиль будет ездить, и у нас есть куча видеороликов, поэтому этот видеоролик мы заканчиваем. Я с вами прощаюсь, до скорых встреч, всем пока. Костя, у тебя есть возможность сказать всем пока нашим подписчикам. Всем пока. Еще одним довольным нашим клиентам стало больше нашим клиентам, нашим подписчикам. Все, до скорых встреч.